От отравления это не спасет. Почему не стоит проверять качество продуктов на запах? Когда продукты в холодильнике пролежали несколько дней, и мы начинаем сомневаться в их качестве, мы пытаемся проверить их в первую очередь на запах. Если еда пахнет неприятно, то для человека это четкий сигнал, что есть это уже нельзя, однако такая проверка не убережет вас от пищевого отравления. А почему, читайте в материале ниже. Тест на запах применяли еще наши бабушки и мы много лет используем эту проверку на качество продукта по привычке. Конечно, если от еды пахнет неприятно, то мы употреблять ее не станем, это очевидно. А вот если неприятного запаха нет или же еда пахнет обычно, это еще не признак того, что она пригодна для употребления. Директор сети исследований пищевой безопасности Института Квадрам, микробиолог Мэтью Гилмор в своей статье на The Conversation отмечает, что доверять тесту на запах опасно, и эта проверка не защитит нас от отравления. Он отмечает, что микробы действительно создают запахи, когда растут и размножаются. Газообразные смеси, которые создают микробы, проявляются потом в форме метеоризма, плохого самочувствия, эти газы возникают, когда микробные популяции растут и становятся многочисленными. Метаболизм каждого микробного резидента превращает углерод и другие элементы в источнике энергии или строительные блоки для их собственной клеточной культуры, однако микробы, которые чаще всего связаны с болезнями пищевого происхождения, такие как листерии и сальмонеллы, обнаружить с помощью теста на запах, практически невозможно, обнаружить запах листерии на копченой рыбе, запах сальмонеллы на помидорах, невозможно. Более того, если сальмонелла была занесена с грязной водой во время выращивания или производства, микробы находятся внутри, а не снаружи. А значит, запах вам ни о чем не скажет, микробиолог подчеркивает, что использовать тест на запах все же стоит. Это убережет вас от употребления испорченных продуктов, таких как молоко или мясо. Однако, если у вас есть сомнения в качестве продукта, но при этом нет ярко выраженного запаха, не рискуйте. Кстати, ранее мы писали, что названо самое худшее молочка, которую не стоит покупать. А еще рассказывали о том, сколько можно держать в холодильнике разрезанный арбуз.